В Центре развития творчества детей и юношества в Станице Северской стартовала обучающая программа дополнительного образования «Юные пилоты Кубани». Открытие посетил глава района Андрей Дорошевский. Проект предполагает обучение конструированию, моделированию и применению беспилотных летательных аппаратов. Появился он по инициативе руководителя районного отделения Всероссийской общественной организации «Боевое братство» Александра Лебедя и получил грантовую поддержку губернатора Краснодарского края. Разработали программу педагоги и методисты ЦРТДЮ, на базе которого и будут заниматься дети. Первый набор уже почти осуществлен. Учебный процесс открыла группа юнормейцев 7-го В45-й школы. У вас есть уникальная возможность и шанс применить эти знания в будущем. Я хотел бы, конечно, чтобы в мирном русле вы их применили. Но наши ребята, старшие, которые проходят службу, добровольцы, они используют аппараты для защиты нашей Родины, как мы все прекрасно понимаем. Я вас поздравляю с тем, что вы вошли в число первых тех, кто будет в этом мероприятии участвовать. Область применения дронов действительно обширна. Они незаменимы при проведении военных действий, но и в мирных целях беспилотники используют в сельском хозяйстве, строительстве, журналистике, для охраны и патрулирования, экологического мониторинга и многого-многого другого. Ребят ждет необычайно интересный и плодотворный процесс обучения. Вы не только будете собирать эти квадрокоптеры, запускать их, но и познакомитесь и с военной историей нашей страны. И у нас запланированы встречи с военными, с участниками специальной военной операции на Украине. Мы будем много делать разных проектных работ, узнавая, как можно использовать квадрокоптеры, например, в геодезии, в геологии, в проектной деятельности, в проектировании домов и так далее. Вот эта программа, она профориентационная. Может быть, кто-то из вас в будущем выберет эту важную профессию, и для него она окажется очень успешной в жизни. После торжественного открытия ребята отправились на первое занятие. Преподавателем стал Дмитрий Иванов. Но если с теорией все просто, то запускать квадрокоптеры во время действия закона, запрещающего это делать, учащиеся программы будут пока в помещениях, позволяющих по масштабам, или сотрудничая со структурами, которым разрешено использовать беспилотные летательные аппараты.